такая хорошенькая сельская местность домики приятные с покажу вам куда мы попали пейзажи прямо можно рисовать погода сегодня прям повезло нам с погодой что мне понравилось вот особенность в этих домах и вот называются вот так вот вот эти вот колонны посмотрите интересная архитектура вращает мое внимание что посмотри везде стоят специальные входы куда можно на колясках въехать и ну понимаете да то есть поддержка людей с ограниченными возможностями посмотрите вот такое небольшое украшение видите вокруг высажены цветы маленький городок но со своей архитектурой и вот со своим ландшафтным дизайном вот прям очень бросается в глаза совершенно другого стиля архитектуры дом но это такой серьезный богатый дом а так в основном вот как я вам говорю вот такие дома на две семьи насколько я понимаю то что два входа есть вот меня поправляет брайан нет это домики на одну семью но может быть всего две комнаты но как вы наверное уже вспомните кто был на моих прогулках на видео видео смотрел здесь считается считается по спальням в англии то есть нет такого что вы смотрите остановка уже современная другого типа но 5 вот почему-то без мусорной корзины нас удивляет здесь вот то есть я говорю про то что здесь в англии считаются по спальням то есть обязательно кухня и столовая гостиная это не считается за комнату то есть если две спальни значит для нас русских получается наверное три комнаты потому что гостиная отдельно плюс ко всему еще кухня вот прям очень мне нравится такая вот аккуратная архитектура и даже вот пожалуйста есть местная историческая справка мы живем в брэндоне с веоли фэн брэндон 1850 году здесь вот построили такие дома 25 коттеджей а здесь мэйби авто секунд все ствол из брайан они это до первой мировой войны до первой тысячи восемьсот пятидесят это конечно вот такая же идея как вот брайан не рассказывал что после второй мировой создавали города спутники города сады все таки после да после второй мировой то есть вот было двадцать пять коттеджей до того как вот я вам рассказала после второй мировой было вот такая вот массовая стройка вот счастливые семьи и вот такая вот архитектура вот в таком городке еще есть видите свой автомагазин но это кстати практически во многих есть городках маленьких есть прям такие типы выставок что ли знаете смотрите какая гортензия вообще приятный какой домик садик вот минимально но обязательно садик как-то устроен ландшафтный дизайн присутствует скажем так подчеркнули сделать все подстрижено это вот фукси фукси такие вот большие кусты фукси а внутри не так вот небольшой такой торговый центр скажем так есть магазин а мы зашли кафе работает все на вынос все очень оперативно пойдем свою гости конечно обязательное присутствие королевской почты мне так нравится вот это вот обозначение я везде теперь смотрю но здесь правда я имею ввиду что вот здесь обозначение бывает находим мы георга например георга шестого пятого вот здесь екать елизавета вторая видите елизавета вторая regina то есть королевская почта и написано когда и как работает то есть когда вынимают отсюда почту и есть еще и вот такое обозначение priority то есть есть приоритетная по понедельникам вот здесь обязательно указывают день здесь по понедельникам вынимают почту а вот здесь библиотека кстати библиотеки очень популярны в британии и я это вижу в маленьких очень городках и в селах так что вот читающая страна я бы тоже так сказала такой небольшой даже есть вот ну естественно и похоронное дыро не там когда ходили на этой вот улице коттеджи посерьезней и вот здесь где обозначение вот это вот табличка он либо сдается нет это вот для покупки то есть его можно купить вот такие большие серьезные домики что для меня странно нет ни вот этих вот заборчиков рядом да не деревьев вот очень много такого целый квартал деревьев нет ну правда такие серьезные про которые я вот говорю коттеджи серьезные вы которые слева я вам показываю да вот здесь да здесь видимо может быть одни из первых они были построены вот такая вот целая линия коттеджев даже за деревьями не видно и вот место памяти то есть не то что здесь вот прям вот какие то хотя вот видите венки такие делают я просто про то что к лавочкам своеобразное отношение то есть это своего рода можно остановиться можно эту лавочку вот видите к кому это да посвящено это лотерейный фонд который вот на свои средства установил помощь в помощь а простите память о первой мировой войне погибших людях ну вот это комьюнити холл то есть в каждом в каждом городке обязательно есть такой вот комьюнити холл где можно собраться провести время то есть вот это вот отношение комьюнити общество дружит помогает друг другу проводит досуг ну вот вернусь к лавочке место встречи вот как вот браин говорит место встречи и например если куда-то кто-то собирается вот группа какая-то то здесь вот автобусы тоже встречаются в этом месте люди и садятся на автобусы куда-то едет едут очень популярное времяпрепровождение путешествовать на автобусах здесь очень хорошая транспортная сеть ну вот про лавочки я уже в одном из своих видео рассказывала то есть лавочки можно выкупить место и поставить лавочку в память о событии об ушедших родных и сюда приходить посидеть где-то можно если есть возможность ухаживать за этим местом самостоятельно то вообще проблем нет останавливая оставляют прям даже букеты вот такие автобусы здесь ходят вот и обязательно памятные таблички но зачастую если люди не могут себе этого позволить ухаживать за общественным вот этим местом то в общем принимают решение что здесь будет только памятная табличка и ничего больше потому что ну место должно выглядеть аккуратно и естественно есть какой-то месячный например и если человек уходит переезжает умирает или как-то не перестает заботиться о своей вот такой лавочке то это место уже считается открытым и следующий человек может выкупить это эту лавочку и установить там свои таблички таким образом пополняется бюджет местный пускай там не сильно много я так понимаю лавочек таких много по великобритании я видела англичане очень любят птичек вот посмотрите на заборе такая вот каменная чаша специально для того чтобы птички могли попить воды вот такая каменный какой-нибудь воробушек прям очень мило вот так идешь раз и воробушек это вот наш отель мы думали что здесь будет bed and breakfast это вот машин не наша но вот наш маленький номер вот такой но к сожалению к сожалению повар здесь попал какой-то инцидент он собачка смотрите тадам тадам на крыше красотка вот и что-то случилось с поваром его увезли на скорой помощи неделю назад и мы остались без еды поэтому сегодня сходили в кафе грек купили все пиво конечно здесь работает разливают так что вот сейчас будем сидеть на улице с такими колоритными с такой колоритной парой и будем ужинать ну вот какой какой ужин без пива yes, Brian yes, dinner without beer, it's not dinner and there's a choice yes you can have the half pints or pints oh there's only one bit of it ok то есть выбора нет catries ok большого выбора нет ирландское пиво только пинта и пол пинта все другого выбора нет ну хорошо и все как он говорит бита горькая будем дегустировать what about our dinner today today this is it, yes, so we have been to the local shops and from Greggs we have shortly cleared them out of their last purchases because they're shut well they'll probably shut now actually Это типично для английских людей? Типично идти к Грегу, кафе? Обычно они делают это в вечеринке. Это легко. Вы не должны приготовить вещи дома. Грегусь знают это, и они делают это довольно приятный 가격. Некоторые из них 1.60. Для кого-то взять 1.60. Для кого-то взять 1.60. Приятного аппетита. Вы можете иметь их холодно или холодно. Это легко. Грегусь. Поехали. Вот. 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 И что? Сегодняшний ужин у нас такой, на скорую руку. Местный пирожок, пиво. Сегодня такой расслабляющий день. Я без косметики. Уставшая. Потому что ехали мы всю ночь. Приехали. Немножко поспали. Прошлись вот по городку. Завтра целый день поедем гулять даром. Всем хорошего дня. Пока. Пока.